Алексей Рогачёв – директор детского медицинского центра. Клиника работает 9 лет. За это время в Самаре появилось 3 филиала детского медцентра, где работают врачи разного профиля – окулисты, массажисты, терапевты и не только. Недавно для клиники приобрели новый аппарат УЗИ. Предыдущий прослужил 9 лет и начал устаревать. Сотрудникам центра хотелось идти в ногу со временем и оказывать качественную медицинскую помощь. Аппарат УЗИ, тем более экспертного класса, позволяет проводить глубокую диагностику многих внутренних органов у детей. Это и сердце, и щитовидные железа, и органы брюшной полости, и сосуды и так далее. То есть это очень точная, качественная диагностика, которая позволяет обнаруживать заболевания на ранней стадии их появления. Аппарат стоит около 6 миллионов рублей. Приобрели его в кредит. Чтобы погасить проценты по задолженности, организация воспользовалась программой развития поддержки малого и среднего предпринимательства городского округа Самара. Организация получила субсидию в размере 400 тысяч рублей. На сэкономленные деньги центр приобрел новый аппарат, но уже для окулистов. Такой грант могут получить представители бизнес-сообщества, если их деятельность зарегистрирована на территории Самары. Сведения о них есть в едином рестере субъектов малого и среднего предпринимательства. А кредит был получен после 1 января 2019 года на сумму выше 500 тысяч рублей. Для получения субсидии нужно предоставить пакет документов. Есть регламент. Все это у нас отражено на сайте Департамента экономического развития инвестиций и торговли. Тем не менее, можно непосредственно очно прийти на Галактионскую 25 в 6 кабинет, где как раз покажут весь перечень документов, которые необходимы. Любой бухгалтер совершенно спокойно сформирует этот пакет документов. Он не является чем-то невероятным. Он абсолютно простой и исходит из той документации, которая есть в каждой организации. В этом году 50 предпринимателей получили грантовую поддержку на общую сумму более 18 миллионов рублей. Всего было выделено 25 миллионов. В связи с востребованностью такой финансовой поддержки срок подачи заявок продлен до 31 октября. Актуальная информация о действующих мерах поддержки на территории городского округа Самара размещена на портале бизнес-платформы РФ. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров, События.